Музей Владимира Высоцкого в Новосибирске. Сегодня эта идея стала на шаг ближе к своему воплощению. Сын великого поэта и актера Никита инициативу сибиряков поддержал. Как это было, видел Константин Клещин. Если музей Высоцкого появится в Новосибирске, то его местом будет Кольцово. Идея такова. В Наукограде планируют построить многофункциональный культурный центр. А уже в нем выделить уголок под музей великого поэта. А еще поставить памятник. Все это будет на пользу жителям и гостям Наукограда, так как населения его становится больше. А с началом реализации научного проекта «Скиф» значение поселка Кольцово и вовсе возрастет. Сейчас проходим экспертизу с большим проектом нашего конгресс-холла, где будет большое общественное пространство. Галерейная как раз выделена для музея Высоцкого. Мы сегодня говорили о концепте, который еще будем вместе дорабатывать. И Никита Владимирович нам обещал здесь профессиональную помощь и своего фонда. Тема поддержки проекта, она далеко не так проста, как может показаться. Мол, приехал сын, сказал, одобряю. Нет. Вопрос увековечивания памяти такой личности, как Владимир Высоцкий, в руках не только его семьи, но и государства, как и музей в Москве. И даже сын поэта там всего лишь директор. Поэтому любая другая серьезная экспозиция должна появиться на свет по определенным правилам. Нужна концепция, масса документов и никакой спешки. Я не хочу, чтобы это выглядело, что приехал из Москвы, там, всех научить как надо, там, и так дальше. Я готов в этом участвовать. То, что вот хотят здесь сделать люди, это самое важное. Что из этого получится, все увидим. Главное, начать, начать работать. Я думаю, получится обязательно хорошо. Владимир Высоцкий никогда не жил в Новосибирске, но его здесь любят. И та энергия, с которой инициативные люди продвигают тему музея, конечно, импонирует. Ну а как прекрасно относятся к творчеству поэтов Сибири, его сын еще раз увидел на встрече с курсантами и преподавателями Новосибирского высшего военного командного училища. Свободных мест в аудитории нет. Константин Клещин, Алексей Зубило, Новости ОТС.